Добрый день, сегодня у нас в гостях два подполковника Владимир Дегурович Дярухин и Марс Кьянович Саяпов. Они возят гуманитарный груз на Донбасс, и об этом сегодня будет наш разговор. Они представляют ветеранское общественное движение, они потом сами расскажут. Добрый день, что согласились, спасибо, что пришли. Давайте тогда начнем знакомиться, чтобы сразу. Марс Кьянович, вы где родились, где учились, где служили? Родился я в деревне Амерова Аскинского района Республики Пашкорстан. Закончил Кашкинскую среднюю школу. После школы работал на стройке до армии. Хотел поступать в военное училище, по состоянию здоровья не прошел. Отслужил два года солдат образца 1975-1977 года. После окончания службы срочной сдал экзамены в Рязанское воздушно-десантное училище. После окончания училища был направлен 104-ю воздушно-десантную дивизию командиром взвода в город Кировобад, Республика Азербайджан. Там служил, забрали в разведку. Афганистан после Афганистана закончил академию имени Фрунзе в Москве. И обратно вернулся в 104-ю воздушно-десантную дивизию. Тогда уже дивизия дистанцировалась в городе Ульяновске, в новом городе. С какого года тогда получается в Ульяновске? Ульяновске с 1993-го года, декабря 2016-го. Наслышанная у вас жизнь. Ну, Владимир Егорович, о себе два слова. Автобиографчик, конечно, большая, но родился я в деревне Новый Убей, Дружиновского района, Татарской ССР. Сейчас Республика Татарстана. Школу закончил, в среднем поступил учиться в мореходку, в город Балтийске, в Калининградской области. А кто-то мне призвали в срочную службу. Служил в территории, сейчас она в ближнем зарубежье, получается, в Эстонской ССР. А после демобилизации поступил на службу в милиции. Учился в школе милиции, в городе Брянске. А после окончания начал работать. В системе МВД. Ушел на пенсию, сейчас, говорит, это заслужен в отдыхе. Ушли на пенсию, но вы спокойно не сидите на диване. Ну да. Работаете. Что вас сблизило? И когда вы познакомились? Мы примерно друг с другом познакомились в 2010 году. Основание для знакомства было уроки Мурса, которые проводим в школах. И он любит, проводит, детей любит, уважает. И я люблю проводить с детьми, работать. На этой основе мы начали как-то дружить и вместе работать. Ну, год от 200 до 250 уроков Мурса в разных школах. Ну, и в разных республиках, областях. Ульянская область, Республика Татарстан, Республика Чувашея, Самарская область. Вот на этой основе мы и дружим, и работаем вместе. Очень много действий. Я удивляюсь вашей энергии. Ну, тематика уроков может быть разная, конечно. Не только обязательно, но связанная с боевыми действиями, которые в Афганистане. В Морске, Афганистане было. Я на Северном Кавказе был. В Чернобыле был. Необязательно о своей службе. Но другие моменты, жизненные моменты. Потому что дети интересуются разными моментами, разными направлениями. Потом политическими моментами интересуются, которые у нас происходят в нашей стране. А вот что самое главное, что вы хотите передать детям? Любовь к родине, самое главное. Чтобы они любили нашу родину. Не только родину, нашу малую родину. Наш район, наш город любили. И Великую Россию. Да, Великую Россию. Были патриотами своей страны. Да. Умели стоять за родину с оружием или без оружия независимо. В любом месте, любой точке земного шара. Так, ну вот вы с началом боевых действий, скажем, СВО, Донбасс, начали возить гуманитарный груз. Уже сколько раз съездили? Мы гуманитарным грузом девятый раз съездили, девять раз. Сейчас начали собирать десятый гуманитарный конвой. И я думаю, до конца мы решили Владимир Егоровичем, до конца специальной военной операции будем помогать нашим солдатам. Мне кажется, не только пока специальная военная операция закончится, потому что там будет налаживаться мирная жизнь. Будем помогать ребятам, которые там будут охранять общественный порядок, наводить будут, потому что, или другие моменты, потому что, как вот на Северном Кавказе тоже война закончилась. А ребята туда ездили, в командировки, им тоже помогали. Тоже так же. Да, охраняли там. Да. Ну, я думаю, историю надо сказать, как мы начали собирать. Маткей, расскажешь? Ну, начали собирать как? Мои солдаты, когда я был в начале комразведской дивизии, ну, а это последние мои солдаты, они служили у меня срочную. После этого поступили в военное училище, закончили, и вот они сейчас полковники, предпенсионный возраст, они там принимают участие в специальной военной операции. Ну, они позвонили, попросили, можете нам оказать помощь? Что надо, спрашивают. Ну, средства связи, медикаменты, и помелочи еще, которые сразу не предусмотрены, упустили. Ну, в принципе, говорят, сможем, наверное, сейчас я, говорю, перезвоню вам. Я набираю телефон Егорыча, Владимира Егорыча, говорит, вот позвонили оттуда, говорит, с Украины, просят помощь, сможем оказывать? Почему бы нет, говорит, давай, говорит, скажи, записывай, что им надо, начинаем работать, говорит. Ну, еще у нас есть, активно включился Нырков Александр Александрович. Тоже подполковник. Тоже подполковник милиции. И мы уже к концу марта 2022 года собрали первый гуманитарный конвой. Медикаменты, средства связи, средства ухода, и много еще кое-что. Самые первые необходимые, да. Да, самые первые необходимые, которые в то время, они просто или упустили, непредусмотрено было, или не могли еще организоваться. Ну, что добавить хочу, просто мы, да, как получилось, мы на территории Теренгульского района, Ульянской области, проводили уроки мужества с детьми встречались как раз. Там как раз у нас, мы каждый день ездили, все школы проехали, вот как раз это время было. Конец этого февраля. Как раз конец февраля. Вот и начали мы оттуда. Февраля, если вы... Ну, вы же сами туда ездите, вот на машине, там, с кем встречаетесь? Как передаете груз? Ну, во-первых, да, мы на своих транспорте, на личном транспорте, у меня Рено Дастер, поставили фаркоп, цепляем прицеп, ну и есть спонсоры, помогали нам, форт транзит давали, КамАЗ приезжал с фронта, в зависимости, сколько у нас накоплено материальных средств. И на свой транспорт сели, поехали. Нас встречают там в пункте сбора гуманитарной помощи наши военнослужащие, ну, я уже сказал, мои бывшие солдаты. Потом мы перегружаем с нашего транспорта ихний транспорт и едем дальше по подразделениям, по частям. Кому что необходимо, распределяем. Распределяем, но уже распределяет те офицеры, те командиры, которые там нас встречают, потому что мы для них привезли, им ведь не в каком подразделении, в каком части, что отдавать. Ну, конечно, вас же на передовую не пустят. Не, мы до передовой, у нас одно из условий, да, одно из условий, мы привозим гуманитарку, они нас проводят на фронт, на передовую. А, на передовую? Да. Мы привозим второй рубеж, который это второй рубеж обороны. Толовой зору, мы приезжаем. Приезжаем туда, выгружаем, и потом какие-то необходимые грузим специальные машины ихние и едем с ними. Нам надевают полностью пронжилеты, каски, выдают автоматы, как положено, потому что, ну и согласен, потому что не просто так. Конечно, мы же военные люди. Ну, конечно, кое-что нарушаем, запрещено, но а что делать? Нам детям рассказывать надо. Да, да, да. Детям рассказывать, потом мы возим оттуда экспонаты для музеев, трофеи, понимаете? Бойцами встречаете, какие у них эмоции? Вот письма вводите от детей. Вот, особенно хочу сказать, им нравятся письма детей, которые мы первыми начали тоже возить, да? Они понимают, что они, наши бойцы, наши солдаты-офицеры, не одиноки, их, о них знают все дети, все население страны, поддерживают. Вот, детские письма читают, плачут они, конечно, без слез не обходится. Ответ писать еще тяжелее, потому что у многих из них дети свои. Эмоции здесь нет. Эмоции, естественно. Тем более, даже, представьте себе, они сразу представляют, что им пишут письма дети со школ. Да, да. Их поддерживают, это очень сильно влияет на эмоциональное состояние наших военнослужащих и поддержка, моральная, психологическая поддержка. Я хочу добавить, потому что это и группа, которой мы занимаемся в документарке, я основно отвечаю за письма, за документации. Морские антенции отвечают за взаимодействие с командирами, да, с спонсорами и другие дела. Вот, например, вот это письмо, вот последние, когда были, в июле месяце, вот туда, вот написали письма, 7 лет, девчонки. Вот, ну, передали, но мы обратно уж ответ взяли от солдата, которые, потому что не все письма можем там оставить, некоторые письма, потому что дети обратно ждут ответ, любой человек, мне кажется. Вот еще одно письмо, это было в декабре месяце, и что мы не передали. Здесь вот маленький Танил, 7 лет, Саулянска тоже, передавал, смастерил он ангелочка. Передали солдату, вот, и попросили солдата, чтобы обязательно писал письмо. Здесь вот он ответ, но тоже, конечно, передать, наверное, вся школа в сентябре будет, да, приятноклассник, как все это, передадим это письмо. Потому что, почему я-то говорю, письма, некоторые письма для музея, как в качестве эспанатов, и потом, время-то летит, мы тоже молодые были, сейчас уж седые все, дети появились, внуки, внукам пришел в музей, там лежит письмо, покажет внуку, что это мое письмо, когда-то было. Столько-то было, такой-то специальной военной операции, я вот писал, и мне ответ давал солдат, это будет дорого стоить. Если, конечно, дома они, мало кто сейчас с собой собирает, коллекционирует эти, ну, может выбросит, может что-то, может останется, как великая честная, помните, письма до сих пор хранятся, до сих пор хранятся, вот тоже так же, вот поэтому это дорогого будет стоить, это вот сейчас пока не ценно, а будет время, правильно, в Москве, будет ценно, вот такая. А сейчас она, это патриотическую работу, ну да, ну да, пока всяк не обращают, вот пример, такой момент, девчонка в джиндеровном районе, ответ был, одна девчонка письмо только получила, там человек 30, наверное, урок закончил перемен, из-за них весь клад побежал, у девчонки такие эмоции, такие состояния, и все, за них что там написали, что там, конечно, солдат написал. Да, впечатления такие, ну, дети растут с впечатлениями. Вот как раз я же говорю, эта работа уже идет по воспитаниям. Ну, мы еще, нам вот школа помогает, собирают дети тоже посылки солдатам, да, мы каждой школой с детьми отчитываемся после приезда, рассказываем, как там солдаты наши воюют, что говорят, как живут, обо всем мы рассказываем. Когда они слушают, они плачут, естественно. Дети тоже восприимчивые, молодцы. И, естественно, они гордятся своими родителями, своими отцами, братьями. Отчитываться обязательно надо, особенно перед детьми. Ну, мы, в принципе, перед всеми, кто помогает нам, спонсорами, да, кто помогает, перед всеми отчитываемся. Нет, ну, потому что там, я вот добавлю, детям не только вот письма обратно, никто, ну, сто процентов ответа не может быть. Но, кроме этого, мы для, как морско-геметская, испаната приводим для музеев, школьных музеев, и еще приводим, просим для от солдат, это сухпоек. Передают они гостиниц для детей. Я говорю, вы что передаете, они раз, сухпойки свои. Вот в прошлый раз даже конфетки, ну, конфет много, отдайте детям, пускай кипится сладкое. Вот интересно. Ну, это с промоем-то, считай, это дорого. Взаимосвязь обратная. Вот вы сказали, помогает. Кто помогает, какие регионы? Вы сказали, даже Хакасия помогает. Что это такое? Ну, вот у нас как получается, помогает многие. Ульяновская область, районы Ульяновской области, Старомаинский район, ну, все районы, в принципе, да. Татария, Дрожановский район, Чувашея, Маргоужский район, да. Хакасия. Там бывшие мои солдаты, которые служили в 110-й отдельной разведывательной роте, они знают, у нас связь есть. Они знают, что мы возим разведчикам, десантникам, гуманитарку. Они с нами связались, и Хакасий первый раз приехал на своей машине, Михаил Александрович Сарин, груженный к гуманитарке. Поехали, один раз съездили перед Новым годом, после Нового года, второй раз. И он говорит, хочу остаться служить. Ну, сидели, разговаривали пока с замкомандиром бригады, командиром батальона. Ну, у вас же 62 года, говорит, ну я же вот физоп, проверьте мне, вот специально все проверьте, говорит. Ну, они и так, и сяк. А потом разговор зашел, вот транспорт не хватает. Вот мой транспорт, Форд Рейнджер, пожалуйста, бери. Свою машину оставил. Он свою машину отдает. Притепом. На фронте оставил. На фронте оставил, да. И ему дали отношения. Уже в мае я его отвез туда. Он снайпер, был ранен. Ну, живой, здоровый. Я, когда последний раз ездил, в июле приехал, 4-го, да. У командира батальона, замполита батальона, спрашиваю командира рота, как мой боец. Претензий нету, очень довольный. Обращается как дед, он, естественно, как правах старшего и кушать готовит. Ну, как отец к этим солдатам относится. Он пользуется уважением. И вот сегодня или завтра получим в Хакасии опять прислали нам гуманитарную помощь транспортной компании СДЭК. И мы повезем в следующий конвой, опять-таки, присланная гуманитарная помощь на фронт. Вот добавить хочу опять по поводу по районам, которые у нас. Вот, например, если взять Маргаушский район, там у нас есть специальный человек, который ветеран ВДВ. Лентьев Германович, Лентьев Германович, в Тржановском районе, Петухов Виктор Петрович, он председатель Совета ветеранов боевых действий. В Старом Альнинском районе свой человек тоже, Чебаков Максим Николаевич. Что интересно, все чуваши, мы, главное, не каждый знаем, мы одной иначе. Так получается. Получается. В Ленинском районе города Урансово-Коробцов Федор Андреевич, адвокат, поэт, бард, который сам беспилен. Ну, еще Чувашский культурный центр, здесь Мадяков Герман Димитриевич, который отвечает тоже за нашу кументарную. Он председатель в Новом городе, в Заволжском районе, на проспекте Комсомола. Вот видите, в каждом направлении все свои люди есть, которые отвечают, не просто так. Ну, бизнесмена, бизнесмена. Систему вашу за обустройство. Ну, это, который помогает, который отвечает, который за кументарную помощь, который, ну, организуется. Ну, Самара, естественно, присылает ветеранов возвышенностанных войск. Много помогает ветеранам возвышенностанных войск. И Чувашская диаспора, что в Ульянске, что в Татарии, что, это, Чувашии, там, Маргорский район. Это я по организации говорю. Да, да, по организациям. Ну, и, естественно, хотел вот очень хорошо помогать нам бизнесмены Галимов Рустан. Да. Эфендеев Руслан. Да. Сапов Юрий Евгеньевич. Ну, очень большой вклад делает много знакомых у Горобцова Федора Андреевича. Он через него приходит очень много. Ульяновский поэт. Да, ульяновский поэт, парт, член Союза журналистов. И, да, в последний раз приехали со Старой Майны, со Старой Майны, со Старой Майинского района, Чебаков Максим. И вместе с ним съездили, купили за собранные деньги электрогенераторы. Они сейчас находятся в Чувашском культурном центре Немя, в Новом городе. Адрес Ленского комсомола, проспект Ленского комсомола 4А. В это время разделение на регионы, на нации недопустимо. Вот все вы встали, вот Чуваш, Башкир, там еще Мар-2, там Татарин, да, русские. Русские все. И украинцы тоже много помогают. Украинцы, конечно. У нас 5 миллионов украинцев. Сказать, где у нас 2, очень много помогают пожилые люди, бабушки по 80 лет, по 70. Вот недавно прибирать антитрону их в жужжё. И люди, можно фамилии, даже, наверное, скиданинка, Елизавета Николаевна, Виктор Николаевна. Получили они страховку, более 300 рублей. И решили, 300 тысяч, да, решили половину этой суммы передать для нашим солдатам. Молодцы. Вот представляете? Они каждый раз помогают, каждый раз. Столько они накупают и столько передают. Ну, например, село Карлинское, Кондрашного Валентина Петровна тоже ежемесячно из пенсии по 10 тысяч, по 15 тысяч выделяет. Бабушки. Вот это не то, что там молодые люди. Ну, молодых я не говорю, но я просто хочу вспомнить. Здоровьем. Наших матерей, которые помогают нам. Здоровьем. Да, дай бог здоровья, да. Вот давайте поговорим о вашем ветеранском движении. Как называется вы сейчас стоите? Короче, у нас общественная организация называется Ульянское областное отделение межрегиональной общественной организации «Рубеж». Это ветераны боевых действий, да. Головная контора, как бы называется, да, в Москве, в Зеленограде организовали разведчики основном, да, десантники. Ну, мы, они всегда поддерживали. Примкнули вы, да. Да. Вы примкнули туда. Примкнули, ну, мы, во-первых, я Юрий Вячеславович Козлова, который там руководит, знаком. Мы вместе учились, он на год старше меня. Встречались до этого. Ну, начали контачить на основе патриотической работы и получилось, что втянули нас. Вот цели и задачи этого движения как раз подходят под вашу работу. Да, она социально ориентированная организация. Мы руководители, да? Да, мы учредители. Местное отделение получают. Да. Учредители местного отделения, Ульяновского. Да, Ульяновского областного отделения. Я просто, Николай, пока не забыл, добавить хочу. Когда у нас нам помогают люди, или общественные организации, или учреждения, трудовые коллективы. Вот первый раз, когда нам помогло, помнишь, трубный завод Димитровградский. Да, да. Вентильный завод, то есть точные, да, большую сумму выделили. Торгово-промышленная палата Ульянской области нам помогает тоже. То и лекарственные помню, потому что там работает наш друг, товарищ Нырков Александр Александрович. Он, ну, по этой линии работы, ну, периодически они помогают, потому что там промышленная палата, там основные предприниматели, предприятия, учреждения, они там вступили, и через них они там, как это определенные особые, ну, конкретно, по этим. Но, что я хочу сказать, мы, когда, вот они люди, человека, или учреждения, трудовых коллективов, надо обязательно благодарить. Мы на этим работам, когда ездим туда, в зоны специальной военной операции, разговариваем с командирами, командирами батальон, командирами бригады, и просим, чтобы они нам сделали благодарственные письма для наших помощников, помощников, да. Но, не спонсор, спонсор, как-то некрасиво, да, не спонсор, не очень много. Благодарственное письмо 331 бригады, мы в список отправляем, это Костроме находится, вот, они нам по почте присылают, потом. Вы много раздаете вот эти благодарности. Ну, да, ну, почти каждому, наверное, или каждому. Почти, да, каждому. Ну, спасибо сказать, надо людям. А что ты не можешь? А это память, как память останется. Да, да. Что он участвовал, принимал участие какой-то. Я даже вот маленькую сумму только отдал. И мы вам тоже так же, вы помогли. Я удивился тогда за такую сумму, благодарность, думаю. Ну, хорошо, что... Ну, каждый помогает миру своих возможностей. Да, 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 конечно. И вот я хочу поговорить о солдатах. Удивляюсь их мужеству, лезть под пули, под взрывы. Но они все равно защищают нашу Родину. Вот какая разница, вот, я думаю, спросить хочу вас. Вот служить в мирное время и вот сейчас, когда уже начались боевые действия. Какие эмоции у солдата? Ну, во-первых, солдаты, они уже понимают предназначение своего. И что, какая история пишется у нас в мире, нашей страной, да. Они осознали уже это, во-первых. Потом взяли себя как бы в кулак, да. Они осознанно работают уже. И стараются выполнить, чтобы обеспечить мирное небо своим родным, близким и вообще людям, да. Ну, сколько мы ездим, вот, за 9 раз, я ни разу не видел в десантных войсках, и мы мобилизованных были, наших добровольцах, чувашском батальоне. Нигде мы не видели пьяных или отказников. Все они осознали, понимают и воспринимают это серьезно. И относятся очень даже к пониманиям боевой задачи, которые они выполняют. Они, вообще-то, наши солдаты, офицеры молодцы, я так скажу. Они уже давно готовы, я думаю, к этому. Да, они уже, тем более, в начале еще быт не был устроен. Вот за полтора года они научились, как жить в полевых условиях. И бани есть у них, и стиральные машинки, и все есть у них. Живут в блиндажах, есть, ну, мы сами возим, ну, не только мы возим, да. Они сами покупают где-то, достают печки или теплогенераторы. Все устроено. Помогают им, да. Помогают, вся страна помогает. Ну, так оно должно быть. Так должно быть, да. Потому что, когда стране тяжело, стране тяжело, народ объединяется, да. Народ и армия становятся едиными, потому что, кто в армию идет? Родственники, дети, мужья, всего народа, соседи, как говорится, родственники, старшие братья, деды, прадеды даже, наверное, некоторых детей есть. Ну, это же наша страна. Мы должны свою страну защищать, оберегать, обеспечивать мирное небо всем, кто живет на этой территории. Так же? Я хочу про состояние, вот вопрос задали, состояние. Но мы как участник появились здесь, но уже тоже взрослые люди уже. Но когда глаза их не смотришь, основной молодежь, детей, но они наши дети. Но все равно в глазах читаешь, я хочу домой, тепло, где мама или супругу любимую приготовил пироги любимые, варенье. Потому что, но надо защищать, пришло время защищать нашу родину, защищать от этого варваров, этих злодеев, которые нациков называемые. Вот пришло, поэтому надо, так значит надо. Потому что, когда мужчина, парень, сынок рождается, как у нас говорят, дай бог, чтобы вернуть, ты живым и здоровым. Ну, как с вами связаться, вы скажите тогда, у нас передача заканчивается? Да. Город Ульянск, проспект Ленинского комсомола, дом 4А, это Чувашский культурный центр, не имея, пожалуйста. Ну, телефон, я думаю, мы в студии оставим, если что. Спасибо большое, наша передача заканчивается. До свидания, передачу вел Николай Ларьвенов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.